всем большой привет у меня сегодня большая радость я к вам с готовой работой работа небольшая но все равно что-то у меня завершилась и я этому очень рада и спешу с вами поделиться вышелся у меня вот такой наборчик от фирмы пана это вышивка бисером не буду долго постамить сразу хочу показать вам мою готовую работу по поводу этого набора у меня было очень много размышлений я его купила очень очень давно и думала что это набор по вышивке крестика с металлизированными нитками как-то сразу когда заказывала не разобралась потом когда получила увидел что там бисер в то время бисером меня не интересовал я как бы так озадачилась что я буду делать с этим набором и отложила его долгий ящик хотела подобрать металлизированные нитки и вышить все в общем-то металликом но прошло время настроение поменялось взгляды поменялись меня стала интересовать бисер кое-что я пробовала и вспомнила об этом наборчики и решил а почему бы мне его не вышить вот именно бисером так как он есть и сделать какую-нибудь интересную прикладную вещицу вышивался он очень очень легко здесь использовала всего лишь два цвета бисера вот показу баночках уже мало осталось вот так два цвета бисера висер остался но очень мало и также были положены ниточки три оттенка вот этими ниточками вышивался бисер а это для отделки металлика осталось видите металлика очень очень много чем можно будет его где-то использовать вот вышивается здесь работа на ярко-желтой конве почему-то моя камера вот эту вот яркость как-то съедает вот на обложке я смотрю видно показывает в общем-то хорошо вот такая на желтенькая и бисера ложится здесь очень очень ровненько красиво мне очень понравилось вышивать бисером и на эту ящерку у меня есть планы я не очень хочу оформлять ее в картинку хотя тоже имеет место быть я больше думаю оформить ее как бы как прикладную вещицу и у меня есть вот такая коробочка здесь такие интересные золотые всякие штучки я собираю ниточки ну сейчас я вам покажу шнурочки вот такой золотой шнурочек у меня от чего-то остался я его приберегла потому что и можно очень красиво что-то отделывать да есть у меня значит здесь вот такие нитки интересные тоже под что-то покупала но так и не использовала так и что я хочу сделать я хочу сделать из этой ящерки но я думаю мечтаю сделать салфетницу до салфетницу четвертая кисточка ну вот надо теперь искать где-то было значит хочу сделать из нее салфетницу не знаю как это у меня получится то есть я хочу сшить ее она будет тканевая будет у нее с обратной стороны подкладка и по краям она будет отделана мне как какими-то и какой-то яркой вот наподобие вот этой вот яркой ленты обошью и сделаю кисточки вот так по краям где-то сбоку должен быть разрез для салфеток ну знаете которые такие салфетки из коробочки вытаскиваются вот и эту штучку хочу я разместить где-то на столе да но на каком-то столике она будет красивая будут вот эти кисточки будут какие-то золотые ниточки и будет у меня вот такая салфетница конечно я не знаю насколько у меня все это дело получится потому что ну я не очень-то умею шить а вот она нашлась четвертая кисточка я думаю где же она была я не очень-то умею шить и скорее всего я отдам моей шве леночки куда нашел отдавать подушки она мне шьет мои все вещи и надеюсь это будет технически выполнимо возможно но если нет пусть будет хотя бы для не то что сильно для функционала хотя бы для декора мне кажется будет очень красиво на столе вот такая вещица да она очень блестящая сейчас постараюсь вам показать поближе ведь я положила всякие красивые штучки потому что ящерка она как бы привлекает находит богатство да она же везде гуляет и поэтому она находит богатство так вот так очень сложно показывать бисер не знаю как девочки это делают пытаюсь конечно бисер очень очень блестит очень яркая красивая работа но я не знаю как это будет показано на самой камере так теперь я разместить ну вот так ладно вот очень я довольна этой работой кстати забыла показать вам вот здесь контур это вышивался золотой ниточкой пять нитей в принципе послушная ниточка для металлика аккуратненько все вышелось сложность была закреплять эту ниточку на изнанке но я справилась я справилась да вот очень красиво видите всего лишь два цвета бисера и вот я уже говорила девочкам что именно на этой работе у меня вот случилась любовь с бисером я уже заказала себе давно заказала посылку где идет у меня там бисерный набор но эта посылка потерялась она уже почти 40 дней в пути и пока неизвестно когда она придет но она все равно придет все посылки находятся единственное что вот этот процесс ожидания уже да заглядываешь там 40 дней но опять ждем и пока еще ее как бы не видно ну мне не успеха у меня есть что вышивать есть у меня еще тоже с бисером и с бусинками один набор пока он у меня не в планах планах у меня завершить не завершить но хотя бы позаниматься теми процессами работами которые у меня начаты и они очень очень долго как бы меня ждут времени мало сейчас вот я планировала в августе до делать курсы и записалась на курсы прошла вот теорию и нужно нам сейчас в паре как бы называется такой парный контроль выполнять практически задания и вот здесь пока не складывается потому что люди в отпуск уезжают у кого лето жарко всякие дела и затянулся мой семинар моя практика поэтому мне есть немножко времени и я себе позволяю отрываться вышиваю каждый день по много часов вот но скоро это закончится нужно будет возвращаться к работе к будням уже потихоньку начинаем возвращаться если честно так лень так не хочется вот я вошла во вкус этой свободной такой расслабленной жизни но ничего не поделаешь надо возвращаться и к работе и к будням поэтому еще несколько дней я себя побалую вышивкой поснимаю разное видео но потом уже будет как все как всегда ну ладно такое получилось видео наговорила разного ящерка готова буду думать теперь как мне выполнить вот эту мою задумку и оформить эту красивую ящерку в интересную прикладную вещь все девочки на этом хочу закончить это видео я надеюсь камера смогла передать хоть немножко красоты бисера но если нет кто вышивает бисером девочки немножко представляют они знают о бисере я на этом хочу с вами попрощаться закончить это видео желаю вам конечно хорошего настроения пробуйте новые техники открывайте ваши горизонты ну а мы с вами увидимся в новом видео до новых встреч пока пока пока